Вечер добрый Здорово Что тебя плоховато слышно Сейчас попробуем чуть-чуть добавить Мне зовут Александр Город Харьков О чем ты общаешься? Ой, да я не знаю обо всем Я с Россией, Урал Я понял Ну ты знаешь Болит у меня душа За наши отношения Потому что я из города Харькова Я понял А как тебя зовут я просто не услышал Виталий Да какие отношения я сам на половину украинского Ну вот видишь Вот Я тебе честно скажу Нельзя все на чиновников Спихивать Потому что чиновник Вот он будет ехать в своем Мерседесе Или какой-то машине шикарной Разве он будет думать Как мосты между нами наводить? Ну Чиновник это такое существо На него валить Понятное дело все нельзя От людей тоже Все зависит Вот именно Поэтому я Извинишь Я перебиваю тебя Вот может это не скромно Но очень небольшой частью Вот я работаю над тем Чтобы увеличить грузопоток Из Украины в России Чего именно? Грузов А импорт-экспорт имеешь ввиду? Ну не импорт-экспорт А из Украины идут грузопоток Поток грузов идет конкретно на Ростов Например Ну вот по ростовской трассе У нас же ростовская трасса есть И вот я Помогаю Чтобы была логистика Чтобы Увеличить вот этот грузопоток Ну это хорошее дело Конечно И вот у меня Вот я по мере своих Ну опять-таки вот я-я-я Ну вот по мере своих скромных сил Потому что Вот чиновник никогда не будет Ехать в машине и думать Как это сделать лучше А я Именно Очень небольшой частью своей Помогаю наладить вот эту логистику Помогаю Чтобы Хоть чуть-чуть увеличился этот грузопоток Согласись, что это очень важно Что это же просто мосты между нами Потому что Как это необходимо? Потому что, например, вот тот же груз Который получает ваша семья Это же Как, так сказать Все-таки Хоть как-то же действует правильно Что они хоть что-то понимают Что происходит Что не надо вот так вот Что очень важно Чтобы действительно Вот Вот эта логистическая артерия Вот этот груз Чтобы он шел Ну должна быть какая-то связь между странами Согласен Правильно И вот в Ростове В Ростове Там же построен Хаб Ну то есть Центр логистический По приему По приему грузов Из Украины Иногда К сожалению Вот там, где мы Не дорабатываем Там, как всегда Вклиниваются Америкосы Англосаксы Вот эти вот И вот Я смотрел передачу Что ваша семья Получает Вот эту вот Вот этот ящик С посылкой И она получает Его не благодаря нам А она из Ростова Из вот этого вот Хаба По приему логистического По приему груза Она получает его Не благодаря нам Мы не доработали Мне было как обидно А она получает Это благодаря Американцам Благодаря Америкосам И вот я чувствую Чувствовал Ну с одной стороны Вроде как хорошо Что это есть А с другой стороны Я чувствовал Что это наша Недоработка Что мама Получила груз 200 сына своего Из Сирии В Ростов А не Благодаря Нашим действиям Наших военных Кстати говоря Она должна была Денег получить Это ваша мама Это известная Передача Вот Но денег Ей не заплатили Деньги Получила Жена Этого Ублюдка Которого За 200 Тели В Сирии Он сначала Поехал На Донбасс Повоевать Заработать Немножко У него Были Долги По Кредитам Он компьютер В кредит Купил Ребенку Немножко Хотел денег Заработать А потом Потом Поехал в Сирию Там больше платили И вот в Сирии Его Америкосы За 200 Тели Тело В ящике Эта ублюдка Привезли В Ростов А потом Уже Его мама Через Ростов Так сказать Привезли Маме домой Это известная Передача Она с журналистами Общается Это мама Которая Не получила Денег Ну что я тебе скажу Я считаю Что тот кто пошел Осознанно Воевать В Сирию И на Донбасс У них За деньги Тем более Убивать Других Людей Но это Такие люди Знаешь Я их Ну не считаю Адекватными Ну вот Это Недоработка Наша И вот Мама Когда уже Получила На могиле Своего сына Там Скульптура На могиле Они скульптуру Сделали Там он С ребенком Вот Ребенок У него Там за ногу Держится Она прячется Использует Ребенка Для того Чтобы Ребенка Если его убьют То и ребенка Убьют Тогда Так сказать Ваши СМИ Это все Расскажут Как Так сказать Детей Убивают На Донбассе Это просто В скульптуре Это выражено Вот И вот Мама Рассказывает Что Напрасно Он поехал Не надо Было Ему Туда Ехать Ему Всего Лишь Там Месяц Оставался И он Бывернулся Был Этот Мразь Которая Хотела Оплатить Кредит За компьютер Ему Надо Было Там Он Не заплатил Вовремя Кредит А он Там Накрутился Накрутился И все Вот Это Наша Недоработка Была Что Он Не С Донбасса Поехал В Ростов Грузом 200 Или 300 А Америкосы Уже Вот С одной Стороны Вроде Как Респект А с другой Стороны Вот Мне Как Человеку Который Помогает По Мере Сил Своих Скромных Так Увеличивать Грузопоток Логистику Вот Эту Поднимать Груза Из Украины С Любовью Обидно Мне Что То Что Мы Не Доделали То Что Мы Упустили То Что Я Где-то Ночь Не Посидел Что То Не Придумал Не Сделал Вот Что Это Америкосы Доделали За Нас Подмели Что Американским Боеприпасом Не Вот Этой Вот Штуковиной Воспитали Вашего Ублюдка Не Вот Этой Осколочно Фугасной Гранатой Америкосы Своей Артиллерии Или Со Своего Апача Его Там Положили Вот Обидно Мне Было Немножко Ну Хоть Так И То Ты же Понимаешь Кто Туда Едет Я Понимаю Вот Воспитывать Их Надо У У меня Смежная Специальность Помощник Я Вообще Радиоинженер Вот Ты Кто Извинишь Она Ты Ты Кто По Специальности Я Геофизик Вообще Геофизик Да Ты знаешь Что такое Электрическое Напряжение Ну Знаю А что Такое Электрическое Напряжение Ну В общих Словах Если я Угленно Напряжение Ну Определенный Импульс То есть Определенное Количество Вольт Или Ват Поданное Вольт Или Ват Или Импульс Ну Что ж Ты физик Такой Господи Ты Знаешь Такая Размерность Физической Величины Размерность Физической Величины Да Ну Пример Можешь Привести Какой-нибудь Физической Величины И ее Размерность Ну Вот Скорость Какая У скорости Какая Размерность В километрах В час Имеешь ввиду Размерность Метры В секунду В единицах Си Ну Какие Километры В час Ну Ладно Ну Это В принципе Хорошо Это Потому что У вас Такие Физики Это Меня Даже Радует Можешь Меня Спросить По физике Если Хочешь Просто Это Моя Тема Такая Больная Геофизика И физика Это Разные Вещи Ну Геофизика Ну Физику Ты хоть Должен Знать Там же Используются Электрические Датчики Геофоны Вот Я Сейчас Работаю С Геофонами Чтобы Подавить Их Работу В том числе Потому что Ваши Ставят Мины С геофонами Как Заглушить Этот Геофон Чтобы Он Не Чувствовал Шагов Или Нашего Военнослужащего Или Какого-то Человека На фронте Ваши Ублюдки Ставят Мины С геофонами Ты В принципе К стране Ко всем Гражданам Негативно Относишься Ну Ты Гражданин Российской Федерации Ну Да Ну Значит С твоего Твоего Имени С твоего Согласия Физик Твоя Страна Так Ставит Мины С геофонами Или Это Марсиане Прилетели И мне Предъявлять Претензии К марсианскому Правительству К марсианским Гражданам К марсианам Ко мне Конкретно Претензии Предъявляют Ну Ты Гражданин Российской Федерации С твоего Молчаливого Согласия Твоя Страна Твое Правительство Твой Путин Твои Вооруженные Силы Совершают Преступление Мерзость Вот эту Вот Почему ты считаешь Его моим Ну А чьим Ну Если бы Это были Марсиане Я бы Предъявлял Претензии К марсианам Сказал бы Марсиане Вы плохие Нехорошо Так делать Зачем Вы прилетели На нашу Землю Тут Мины Ставите Снаряды Беды Разрушения Приносит Я бы К марсианам Обращался А так Вот К россиянам Не к марсианам А к россиянам У меня Претензии Есть Вы Своей Частью Небольшой Я Своей Небольшой Частью Забочусь О том Думаю Как бы Чтобы Так сказать Был Этот Самый Хаб Ваш Логистический Получил В ящике Вашего Военнослужащего А вы Своей Частью Помогаете Этому Военнослужащему Потому что За ваши Деньги С вашего Согласия Этот Военнослужащий Едет На нашу Землю Воевать Ну ты Что Сделал Получается Чтобы Этого Не было Я Что Сделал Я Я Доброволец Я Специалист По Вооружению Я Воспитываю Вот Такими Снарядами Ваших Ублюдков На Своей Территорией На Своей Земле Да А Ваши Твари На Мою Землю Пришли С вашим Российским Оружием В вашей Российской Форме Не понял Суть Проблемы Ты Не пробовал Суть Проблемы В том Что Ваши Граждане В вашей Форме С вашим Оружием Пришли На мою Землю Суть Проблемы А почему Вам Так же Не поступить Вот Я вот Этого Не понимаю Вот Вы Получается Сидите У себя На Земле И Отбиваетесь Да Почему Почему Вы Не поступите Так Вот Почему Вы Не придете В Кремль И не сделаете То что сделали Военнослужащие Путина Вот это вот Я рассказываю Потому что Это очень Много Жертв Будет Вы Россиянцы Любите Реки Моря Крови Это Не нужно Мы Защищаемся На своей Земле Если Мы Сейчас Пойдем В наступление Сначала Даже На Донбассе Это Потекут Реки Крови У меня Три Моих Близких Друга Погибли На этой Войне Один Был Вот Такого Сколько Вам Лет Не важно Сколько Мне лет Сейчас Не об этом Разговор Больше Двадцати Правильно Три Моих Друга Погибли На этой Войне Погибли От Ваших От Вашего Оружия От Людей В вашей Форме От Ваших Тварей Они Погибли А я Делаю Дистанционно Управляемое Оружие И Есть Уже Результаты По Отправке Ваших Двухсотых Ваш Ростов А оттуда По Городам И Весям Ну Вот Ты мне Предъявляешь Что Я Виноват В том Что А кто Другой Человек Не я Пошел Убивать Ваш Народ Мирный Я еще раз Повторяю Это делается Ваша Страна Это делает С вашего Согласия Это Даже Если Мы Говорим О наемнике То Ваша Страна Поощряет Это Наемничество Вы Граждане Страны Которая Выращивает Посылает Своих Наемников На нашу Землю Я уже Не говорю Про Военнослужащих Регулярной Армии Ну вот Хорошо Которая Рассказывает Про Распятых Мальчиков За ваши Деньги В том числе За вашу Экологию Я должен Поступить Что Что А я Не знаю Я ответил На вопрос Как я Поступил А что Вы сделали Чтобы Эта Войны Не было Чтобы Ваше Государство Не развязывало Агрессивные Войны Что Сделали Вы Я Конкретно Ну конечно Я же Сейчас С вами Общаюсь Я понимаю Что Вы Головой Качаете Вправо И влево Вот У меня Был Друг Такого Возраста Как Вы Он Погиб На Этой Войне Ему Было Чуть Больше 22 Лет А Вы Тут Ни При Чем Моя Хата С Краю Я Не знаю Что Ответить Но Вот Я Понимаю Что Вы Делаете Чем Вы Занимаетесь Но Это Правильно Я Не Осуждаю Вас Я Не Оправдываю Вот Я Чем Занимаюсь Чтобы Вы Понимали Дистанционно Управляемая Установка На 8 Стволов Есть На 16 8 Вот Таких Снарядов Лажаться На Ваши Позиции Это Только Старье Которое Можно Показывать Это Я Лично Придумал Сготовил Привез До фронт Научил Наших Военных Я Лично Этим Занимаюсь Раньше Полностью Сам А сейчас С помощью Тех Людей Которые Мне Помогают Потому Что У Меня Деньги Закончились А Я Уже Старый Уже Почку Не Возьмут У Меня Говорят Ты Конечно Не Пьешь Трезвенник Но Почку Извини Не Возьмем Потому Что У Меня Деньги Закончились Делать Такие Вещи Вот Это Еще Сделано На Мои Личные Деньги То Что Я Показывал Там Не Одна Сотня Долларов Сидит Между Прочим Я Все Рано Не Понимаю Вот Ты Осуждаешь Предложишь Что Как Правильно Делать Как Должно Быть Я Я Понимаю Всю Суть Я Не Слушаю Эти СМИ Я Ну Как Адекватный Человек Он Видит Правду Видит Что Есть На Самом Деле И Как Это Все Происходит Согласись Видно Когда Врут Телевизор Тебе Что Там Ну Слышал Уж Наверное Примерно Знаешь Что У нас Говорят По Телевизору Что Там Украина На Нас Напала И Вот Это По Ростовской Области Да То Грузия Нападет То Украина То Беларусь Да Какой Следующий Шаг Агрессии Будет Ваш Где Вы Вы Дальше У нас Будете Расширять Это Поле Агрессии Там В Кремле Рейтинг Падает От Или Куда На Какую Новую Войнушку Переключитесь Где Где Ждать Кому Ждать От вас Нападение От вашей Страны Я не знаю Кого Мне Об этом Спрашивать У меня Нет Прямой Линии С Путиным Если Я Б Я Б Ему Позвонил Б Сказал Владимир Владимирович Хуйло Скажите Куда Мне Как Нам Готовиться Где Вы Совершите Следующий Акт Агрессии Если Вы Это Решаете На Кого Еще Кинется Ваша Бешеная Собака Где Будет Кровь Жертвы Разрушения Смерти Еще Еще Сидел Тебя В Стране И Защищает Только Свою Страну Проливаете Больше Крови Чем Он Еще Раз Не Понял Вы Защищает Только Свою Страну Проливаете Больше Крови Чем Он Я Он Проливает Кровь А Не Мы То Что Ваши Солдаты Прячутся За Мирное Население Я Их Не Считаю Своими Так Президент И Правительство Это Все А Я Понял Это Это Их Там Нет И Мы Их Называем Путин Сказал Что Их Там Нет Вот Мы Их Называем Их Там Нет Слышите Меня Нет Слышу Ну Я Такое Не Говорил Я Понял Так Я Говорю То Что Вы Говорите Что Вы Не Считаете Они Называются Их Там Нет И Говорите Как Вы Поняли Что Я Не Считаю Вы Не Считаете Что Это Ваши Военнослужащие Ну Повторите Тогда Фразу Как Мне Еще Понять Вас Я Не Отношу Себя К Этим Людям Вы Лично Не Отношу Ну Вы Же Гражданин Этой Страны Как Вы Же Не В Вакууме Вы Же Не Сферический Конь В Вакууме Живете Вы Живете В Стране Которая Посылает Ваших Военнослужащих Убивать На нашу Землю Которая Эту Агрессию Разожгла Именно Так Скать Из-за Действий Вашей Страны Там Где Нет Ваших Тварей Там Не Льется Кровь Нет Беды Разрушений Нет Убийств Понимаете Меня Это Там Где Ваша Страна Не Ввела Боевиков А Вы Гражданин Этой Страны Вы Живете В Этой Стране Вы Не Сферический Конь В Вакууме Понимаете Мою Мысль Вы Ответственны С Вашего Молчаливого Согласия Происходят Эти Убийства И Агрессия Если Если бы я просто сидел бы дома Мне нечего было бы вам сказать Потому что я просто сидел дома Я тут ни при чем Я ничего не сделал А я лично имею моральное право вам сказать об этом Потому что я не сидел дома Да, где-то я может не доработал Где-то не сообразил вовремя Где-то не придумал Вовремя Как еще что-то сделать Как вывести наших военных Из-под вашего огня А ваших Отправить в ящики В Ростов Где-то не вовремя Я что-то придумал Ладно, ладно Ну Я не знаю Я же даже не с Ростова А Не с Ростова Я понял Я не знаю как вам объяснить Что Вот у вас мирные граждане есть в стране? Есть Но они же мирные граждане страны Которая защищается от вашей агрессии А вы якобы мирные граждане страны Которая осуществляет эту агрессию И вы меня еще со своей логикой спрашиваете Почему вы не пойдете в наступление? Почему вы не прольете реки крови? Почему вы не пойдете наступать на Кремль, на Москву? Это вы должны развалить рашку Это вы должны, так сказать, сжечь Москву Вместе с Путлером вашим И всей вот этой кодлой Потому что дальше будет продолжаться Я же говорю Спрашиваю у вас У вас нет ответа Кто будет следующей жертвой агрессии Вашей страны? Где еще? Где Где ваша страна Будет сейчас совершать убийства И разрушения, и жертвы И войну начнет Еще одну Чтобы Путлеру поднять рейтинг Который падает Сейчас протесты идут в Москве Как он будет выкручиваться? Как он будет рейтинг свой поднимать? Кто станет Кто станет жертвой агрессии Очередной? Кто будет защищаться? Кому я буду помогать Если это необходимо? Где Где ваша страна Еще сейчас Огонь войны разожжет? Где еще организует Аллею ангелов? На кого будут СМИ ваши Кричать, что Так сказать Убийцы Бандеровцы Жидо-бандеровцы И так далее Про какую страну Будут ваши Пропагандистские передачи? Про кого там Киселев будет Изгаляться С Соловьевым вместе? Тяжело Тяжело Вы думаете, что мне только сейчас прям тяжело А, вам вообще тяжело Ну вот видите Я вам что ни слова Вы у меня все передергиваете Я не знаю, как вести так диалог Я вам даю слово Сейчас Вот вы в прямом эфире Скажите что-нибудь Что я вам могу сказать? Все, что я пытался сказать Вы уже Все Передернули И у меня уже мысль потерялась Ну что Ну Сейчас попробую Вы тут ни при чем Вы ни в чем не виноваты Вы просто сидите Хлеб жуете Хлеб жуете Да Пусть Я понял, что это ваше мнение Я же все равно его не изменю Правильно? Ну попробуйте Как вы его измените? Попробуйте его изменить Именно Я про это и говорю Если человек Настроен на какое-то мнение Да не то, что настроен Я был на фронте Попробуйте 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 меня В чем-то убедить Расскажите мне о том Что я там Там правильно Неправильно делал Я не собираюсь говорить вам Что вы делали правильно Что неправильно Это ваше дело Нет, я просто как пример говорю Вы мне говорите Я делаю что-то правильно А что-то неправильно Видя меня первый раз в жизни Первый раз в жизни Да Да Ну так скажите, что вы сделали, может быть, если я вас первый раз в жизни. Вы меня тоже видите первый раз в жизни. Я, по-моему, вам смог объяснить, кто я и чем занимаюсь и что я делаю. Почему я имею, как мне кажется, моральное право вас тыкать носом в то, что делает ваша страна, потому что вы гражданин вашей страны. Это как нос говорит, клетка носа кошки, которую тыкают носом в ее экскременты. Клетка носа говорит, это же не я какала. Я частичка носа. А меня носом, меня в говно, извините за мой французский, тыкают. А это же кошка вся. Мозг ее думал одно, нос нюхал другое. Ее, так сказать, пищеварительная система сделала вот этот экскремент. И она где-то там нагадила, эта кошка. А я всего лишь клеточка носа, я не виноватая я. А меня тыкают носом в экскременты. Или я коготок, я кусочек лапки, я кусочек мозга этой кошки. Как получается? Что-что? По вашей логике, все население страны надо вырезать просто. Не надо вырезать. Ну, а вот так как вы... Показывали им концлагеря. Заставляли их смотреть на концлагеря. И вот с вами вас не надо вырезать, как вы говорите. Вы же, опять же таки, вы россиянин, вы думаете в логике, в логике ручья крови. У вас нет другого, так сказать, аргумента, кроме как вырезать. Вас выдает образ мысли, как людоеда, которого посадили за стол. А он обращает внимание на то, что сидят люди за столом, тот больше годится в пищу, тот меньше. Логику людоеда выдает его логика. Когда вы говорите, что что нас вырезать, вас логика выдает. Людоедская ваша логика выдает вас. Не вырезать, а завуалированно, говорите, отправлять груз. Это не логика людоеда. Не вырезать, а вот тот, кто взял в руки оружие... Который убивал людей, вы это говорите. Вот тот человек, который взял в руки оружие, это не человек, который пришел на нашу землю с оружием, который тут воюет, убивает. Вот это не человек, это противник. Вот его надо уничтожить, воспитать вот таким снарядом, вот чтобы рядом с ним взорвался вот такой снаряд, головкой нацеленной или настроенной, или на осколочно-фугасное, или на осколочное, или на фугасное действие. Там переключатель есть. Чтобы его воспитать таким снарядом, чтобы он успокоился и в ящике отправился в Ростов. Но это же есть убийство. Какое убийство? Убийство – это убийство человека. А это хуже животного. То существо, которое за деньги, из-за кредита, как мы выяснили, я вам рассказывал, есть фильм BBC, показали маму вашего ублюдка, который за деньги пошел, хотел заработать. Вы можете называть это заваливающим... Я могу... Да-да-да. А вы говорите вырезать вас. Причем тут вы? Вы-то тут при чем? Я имею в виду к оружию. Вы при чем? Потому что вы гражданин этой страны, которая послала этого человека, которая сначала ему кредит всучила, а потом дала ему автомат, пулемет, гранатомет, миномет, в зависимости от того, что... Еще раз? Вот его туда кто-то сил... Не понял. Его туда кто-то сигнал, или он сам пошел? Ваше государство его туда послало. А сильно? Вот его вытолкали туда за границу, по-моему, на Украину, и он пошел, да? Нет. Он сам, тварь, пошел туда. Потому что ваше государство сначала ему рассказало, что это благородно и честно, что это красиво. Не понял. И я должен отвечать за этого человека, да? Конечно, потому что вы гражданин этого государства. Чувствуете логику? Вы гражданин на ваши налоги, за вашу часть национального благосостояния, за вашу часть, которую вы имеете как гражданин России, ваши права на энергоресурсы. За ваши деньги был одет этот человек, послан, вооружен, за это осуществлялось командование им, чтобы он там совершал убийства и разрушения. И за ваши деньги его жена получила 5 миллионов рублей, а мама не получила, поэтому рассказала об этом корреспонденту BBC, повела на кладбище. А вы тут, конечно же, ни при чем. Как немец, который жил рядом с концлагерем, какие-то трубы кого-то привозили, а я ж тут ни при чем. Немцы были виновны в преступлениях гитлеровского режима? Немцы времен Гитлера были в чем-то виноваты или нет? Почему они несли ответственность за это? Почему Германия до сих пор выплачивает репарации и компенсации? Немцы, при чем тут немцы в вашей логике? Они же были при чем? Немцы времен Гитлера. Вот точно так же и россиянцы времен Путлера. Вы несете ответственность. И вот чтобы это не повторялось, вы должны понести наказание и ответственность за это. За то, что вы гражданин страны, с вашего согласия за ваши деньги совершалось это преступление. Нехай счастыть. Субтитры создавал DimaTorzok